Всем привет, друзья! Из прошлого видео мы узнали, что заседание Первого Комитета путем голосования решено было не приостанавливать. Так что спустя несколько дней после этого голосования начались, как там у них это называется, общие прения на тему разоружения и международной безопасности. Даже Украина там успела выступить. Но перед тем, как мы посмотрим, что из этого вышло, хочу вам, во-первых, сказать спасибо за донаты. Спасибо, друзья, это очень приятно. И, во-вторых, порекомендовать правильный ютуб-канал уставшего оптимиста. Ведь там вы найдете разборы интересных зарубежных статей, сериал про русофобию и международную аналитику. И все это, конечно же, в доступной и юмористической форме. Ссылка на канал будет в описании. Ну, а теперь вернемся к заседанию Первого Комитета. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения в своем вступительном брифинге заявила, «Международный механизм разоружения является барометром глобальной безопасности. Но поскольку конференция по разоружению в Женеве и конференция ООН по разоружению находятся в тупике, то как никогда важно, чтобы Первый Комитет достиг действительно значимых результатов в этом году». Ядовитая смесь опасной риторики, разработки качественного оружия, разрушения отношений между государствами, обладающими ядерным оружием, и постепенного свертывания прежних соглашений о контроле над вооружениями, означает, что опасность присутствует и опасность реальна. В этой связи она призвала Россию и США найти общий язык по вопросу разоружения и контролю новых технологий, таких как искусственный интеллект, какие-то космические программы, ну военные и так далее. Представитель США во время своей речи сказал, что его страна хочет серьезных мер, обеспечивающих реальную безопасность, и что они готовы сесть за стол переговоров с Россией и Китаем для того, чтобы снизить ядерные риски. Вместе с тем, по его словам, Пекин и Москва полны решимости подорвать либерально-демократический порядок, сложившийся после Второй мировой войны. Он назвал Москву последовательным нарушителем своих собственных обязательств по контролю над вооружениями и европейской безопасности и призвал все государства-единомышленники, как союзников, так и не союзников, убедить Китай и Россию изменить свой курс и прекратить свою агрессивную политику. Вот так. Китай, в свою очередь, ответил. Снизив порог применения ядерного оружия и превратив космическое пространство и киберпространство в новые поля битвы, Соединенные Штаты серьезно подорвали глобальную стратегическую стабильность. Также он напомнил, что именно США аннулировали ДРСМД, а вокруг СНВ остается неопределенность. В конце своей речи он сказал, что все государства должны отказаться от мышления времен Холодной войны, укрепить взаимное доверие и координацию, совместно поддержать стратегический баланс и стабильность, чтобы снизить риск ядерной войны. Также на этом заседании выступил и представитель Украины. Он заявил, что военная агрессия России против Украины значительно повредила системе контроля над обычным вооружением. По его словам, массовая переброска военных товаров в Восточную Украину со стороны России вызывает серьезную обеспокоенность, добавив, что страна превращает Черноморский регион в военную площадку, а Крым в сильно военизированную крепость. Но выступление представителя Украины осталось, можно сказать, незамеченным. Выступил и выступил. А вот американцам Владимир Ермаков ответил. Собственно, его выступление я и предлагаю вам вместе со мной посмотреть целиком. Прежде всего хочу отметить, что мы полностью разделяем оценки предыдущего оратора, представителя КНР, нашего ближайшего соседа и стратегического партнера. Особое сожаление вызывает позиции наших американских коллег, видимо, растерявших даже навыки дипломатии и дошедших до того, что вдобавок к подрыву международных договоренностей начали уже физически блокировать нашу с вами работу, почему-то решив, что они могут определять, кто из нас с вами достоин прибыть в нашу с вами штаб-квартиру в Нью-Йорке, а кто нет. Такая дискриминация абсолютно недопустима. Будем и далее добиваться от секретариата ООН оперативного решения этого вопроса. Ярким отличием позиции и России, и Китая, позиции США и стран Запада является то, что мы наших принципиальных подходов не меняем. От норм приличия международных отношений никогда не отходим. От своих обязательств не отказываемся. И международные договоренности не подрываем. Убежден, что абсолютное большинство из вас хорошо знают российские конструктивные подходы, направленные на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех без исключения государства. Поэтому сегодня я не буду зачитывать российское установочное выступление. Предлагаю ознакомиться с ним в письменном виде. Остановлюсь лишь на некоторых принципиальных моментах. Будем опираться только на факты. Мы все теперь знаем, что еще в 90-х годах прошлого века в Вашингтоне были приняты решения о выходе из договора ПОПРО, о развале конвенции о запрещении биологического оружия, конвенции о запрещении химического оружия, договора об обычных вооруженных силах в Европе и договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда же была ликвидирована и уникальная их национальная структура агентства по контролю над вооружениями. Таким образом, на рубеже века в Вашингтоне произошла какая-то деструктивная аберрация сознания. Если эта разрушительная тенденция будет и далее продолжена, то через некоторое время мы с Вами окажемся в ситуации, когда здесь нам с Вами в Первом комитете обсуждать-то нечего будет. Не будет договора о ракетах средней и меньшей дальности, не будет договора о стратегических наступательных вооружениях, не будет конвенция о запрещении биологического оружия, не будет конвенция о запрещении химического оружия, а в результате подрыва со стороны США и совместного плана действий по Ирану, и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и даже диалога по зоне свободной от оружия и массового уничтожения на Ближнем Востоке, при одновременном размещении ядерного оружия на территории других государств и продолжении обучения навыкам применения ядерного оружия своих неядерных партнеров под большой угрозой окажется и договор о нераспространении ядерного оружия. Согласитесь, перспектива весьма тревожная. Именно поэтому Россия настаивает на реализации наших конструктивных инициатив, которые поддерживают все страны ОДКБ, все страны БРИКС, все страны ШОС, все страны движения неприсоединения. То есть абсолютное большинство государств ООН. И это именно те страны, за которыми будущее мирового развития. Давайте вкратце пройдемся по основным нашим предложениям в их сравнительной динамике. Мы предлагаем укреплять дняо, а не разрушать его, как это делают США. Мы предлагаем отказаться от размещения ядерного оружия на территории других государств и отказаться от обучения неядерных стран навыкам нанесения ядерных ударов, как это делают США. Мы предлагаем обеспечить продление договора о стратегических наступательных вооружениях, а не отказываться от этого последнего юридически обязывающего соглашения в области ядерного разоружения, как это пытаются сделать США. Мы предлагаем мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а не их наращивание, как это делают США, разрушившие договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мы предлагаем обеспечить незамедлительное вступление в силу договора о всеобъемленном запрещении ядерных испытаний, а не отказ от его ратификации и подготовку своего ядерного полигона к возобновлению ядерных испытаний, как это делают США. Мы предлагаем обеспечить начало диалога по зоне свободной от оружия и массового уничтожения на Ближнем Востоке, а не его блокирование, как это делают США. Мы предлагаем полноформатную реализацию всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а не грубое нарушение обязательств по этому плану и наказание тех, кто его не полняет, как это делают США. Мы предлагаем запретить размещение ядерного, любого оружия в космическом пространстве и любое применение силы в космическом пространстве, а не разжигать гонку вооружений в космосе, как это делают США. Мы предлагаем укрепить конвенцию о запрещении биологического оружия, а не подрывать ее, как это делают США, отказавшиеся от верификации и размещающие свои военно-биологические объекты по всему миру. Из-за недостатка времени этот список деяний можно было бы продолжить, но, к сожалению, нет на то времени. В целом, нас вдохновляет, что российские конструктивные предложения поддерживают абсолютное большинство государств ООН. Смущает лишь то, что наши европейские коллеги, некогда громогласно вещавшие о своей традиционной принципиальности мировых делах, по сути, растеряли свой сверенитет, продолжают сидеть, трусливо поджав хвост и не осмеливаются перечить указаниям из Брюсселя и Вашингтона даже по тем направлениям, где это в корне противоречит их национальным интересам безопасности. Нам всем нужна позитивная повестка дня. Как вы все знаете, в России есть... Милы дискульппы. Мне позволить вам предложить представителям России всякое свежество в доктор России. Спасибо, господин председатель. Я завершаю последние два слова. Предлагаю именно на этой позитивной ноте продолжить все наши дискуссии здесь, в Первом комитете. Ну, конечно же, при условии, что страна, принимающая штаб-квартиру ООН, не будет трусливо и противоправно закрывать нам всем доступ в нашу с вами штаб-квартиру. Спасибо. Вот так прошло заседание Первого комитета. Все полезные ссылки будут в описании. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok